Самый худший январь с начала пандемии коронавируса позади. Рынки начинают ощущать тонкий аромат оптимизма. Позитивным будет и наш сегодняшний обзор. Вашему вниманию недельная аналитика движения главных индексов США. И сегодня вас ждет много полезной информации. Сезон распродаж, похоже, подходит к концу, и на этой неделе на торговой арене ожидается выход быков и восстановление рынка. Сегодня вы узнаете, какими видят целевые показатели эксперты, ну а мы традиционно ждем ваших комментариев. И вначале расскажем про Dow Jones. Главный промышленный индекс США, как и весь фондовый рынок в целом, на прошлой неделе потрепало достаточно серьезно. В преддверии заседания ФРС наблюдалась высокая волатильность, как, впрочем, и после оглашения решения по ужесточению монетарной политики. Но уже в пятницу-понедельник шок от планов Федрезерва прошел, и рынки воодушевились верой в общий рост экономики. В результате неделю Dow закончил в плюсе. Индекс смог вернуть 1,7% стоимости и дорасти до отметки 35 130 пунктов. Если говорить о перспективе, то аналитики верят в рост индекса, не исключая незначительный откат после двухдневного роста. В цифрах прогнозный диапазон на первую неделю февраля для Dow Jones обозначен в пределах 34 700 и 35 500 пунктов. Неплохой рост по итогам недели показал и еще один супертяжеловес фондового рынка S&P 500. Индекс смог преодолеть самый оптимистичный прогноз аналитиков. При вере экспертов, что максимум для S&P это высота 4500 пунктов, индекс поднялся до 4515 пунктов. В разрезе недели мы можем говорить об общем росте индекса на 2,2%. Что касается перспектив, то в свете общего настроя фондового рынка на возобновление сезона покупок прогнозный диапазон колебания для S&P 500 обозначен в пределах отметок 4470 и 4600 пунктов. Ну а для кого последняя неделя января стала лучшей, так это для NASDAQ. После затяжной распродажи и самых худших показателей индекс среди прочих базовых продемонстрировал самый существенный рост – 4,5%. Таким образом, главный технологический индекс США за неделю прибавил 600 пунктов и поднялся на высоту 14 200. Не последнюю роль в росте сыграл сезон корпоративной отчетности, и на этой неделе он продолжается. Ожидаемо, что поддержку NASDAQ могут оказать отчеты таких биг-техов, как Meta, Alphabet, Amazon. В этом свете ближайшие колебания индекса могут проходить в пределах 14 000 – 14 500 пунктов. Как видим, месяц коррекции и тотального снижения главных индексов фондового рынка завершился и принес за собой достаточно крутой разворот в рост. Что этому способствовало и чего ждать дальше? Отвечаем. Для начала вернемся к прошлой неделе и отдадим дань главным событиям. Среди них заявления ФРС о готовности повышения ключевой ставки в марте, данные о высоком росте ВВП США, который в четвертом квартале составил плюс 6,9%, и данные о росте инфляции до годового максимума – 4,9%. Эти показатели стали ключевыми и привели инвесторов к выводу о наличии потенциала к росту на рынке. Как вы понимаете, главным образом оптимизма придала сильная статистика по ВВП США, которая оказалась существенно выше средних ожиданий. Зацепившись за этот луч света, инвесторы ринулись в покупке. За два дня приобретений участники рынка восстановили S&P 500 на 4% и вернули индексу BigTech Nasdaq 7% веса. Как уже отмечалось, сезон корпоративной отчетности продолжается, и у индексов есть неплохие шансы подрасти при благоприятных показателях. Кроме того, на этой неделе рынок получит первые отчеты по экономике за январь. Будут опубликованы индексы по промышленному сектору услуг и сектору услуг, а также отчет по занятости в США. Что касается последнего, власти Штатов уже заявили, что ожидать позитивных данных не стоит, ведь на январь в США попала вспышка омикрона. При этом нынешняя динамика заболеваемости сулит существенное улучшение ситуации уже в феврале. На этой позитивной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний обзор. Исходя из общих тенденций фондового рынка, настроение тут сегодня царят оптимистичные, но напомним, что резкий рост увеличивает и шанс технического отката. В любом случае, мы надеемся, что вы сможете разумно взвесить все факторы и словить прибыльную волну. В этом желаем вам успехов и до новых встреч. До свидания.